Пасху украинцы праздновали с размахом. В некоторых городах даже устроили народные гуляния. В Одессе, например, показали, как этот праздник отмечают греки, а в Запорожье люди собрались на Хортице. Как всё было, видели наши корреспонденты. Танцы, песни, блюда средиземноморской кухни. В Одессе на центральной площади города сегодня сытно и весело. Это празднование Пасхи в греческом стиле. В Греции в этот день принято устраивать народные гуляния, накрывать столы на улицах. Теперь оценить эту традицию могут и украинцы. Организовал праздник благотворительный фонд мецената почётного консула Греции Пантелеймона Бумбураса. Мы стараемся дать радость людям, потому что это нужно для нас в жизни. Праздник этого хорошего для жизни, для людей. Поэтому я желаю, что все думают положительно и дальше будем жить лучше. Христос Анести, и мы отвечаем Алистос Анести. Ароматные шашлыки и молодая баранина на вертеле. Пока замаринованное мясо пропекается, выстраивается огромная очередь из желающих разговеться по-гречески. Мы сейчас снимаем первый слой уже готовый. Подходят люди без проблем и бесплатно забирают себе сколько хотят. И, конечно же, классический греческий салат. Такой весенний праздник его организаторы устраивают в Одессе уже третий год подряд. И гостей на площади каждый раз всё больше. Ну, по сравнению с прошлым годом, гораздо больше людей, намного больше, раза в три, наверное, если не больше. Публика в восторге. Греки и украинцы празднуют Пасху за одним многонациональным столом. Мы все христиане здесь сегодня собравшиеся. И мы празднуем этот праздник, что Христос воскрес сегодня. Христос воскрес! Христос воскрес! А в Запорожье по уже сложившейся традиции Пасху отмечали на острове Хортица. На праздничный молебен тут ежегодно собираются тысячи горожан. Хортица – это сакральное место. Хортица – это душа юнации. И самое главное, что мы же всегда говорим, что это на левый и на правый берег. Это центр Украины. Хортица объединяет всех. Пасха на Хортице – не только освещение пасхальных корзин. Сегодня это больше напоминает музыкальный марафон. Не успел выступить хор запорожских казаков, как на импровизированной сцене его сменяет нацгвардия. Чтобы не будет Украина, чтобы не будут казаки. За ударными девятилетний Игорь Чесноков. В военном ансамбле мальчишка уже два года, но на Пасху играет впервые. Это что-то новое. Я никогда не играл на Хортице вообще. Интерактивные игры, сувениры, фотозоны. Национальный заповедник сегодня превратился в один огромный парк для воскресного отдыха, где разговеться можно было прямо здесь, на зеленых склонах Днепра. Андрей Анастасов, Сергей Бордюжа, Игорь Михоношин, Игорь Воробей. Подробности – телеканал Интер.